Спасибо большое, Ирина. Добрый день, уважаемые коллеги. Ирина Александрович сказал про то, что такой стильный сейчас тренд, тренд развития социального предпринимательства. Мы это видим своим проектом. У нас на платформе на сегодняшний день 23, имеют в виду различные проекты. И практически по всех этот тренд ощущается. Например, у нас есть проект «Мой первый бизнес». Если первый год в основном заявки и идеи в рамках этого конкурса были вот такие чистые предпринимательские, то с каждым годом, с каждым годом, скачок почувствовали, гораздо больше бизнес-индей, которые направлены на помощь предпочтенному строят населению и на общественно-ответственному бизнесу. Мы это видим по грантовому конкурсу молодежных инициатив, в котором тоже большинство, большое количество заявок связано с социальным бизнесом. И в нашем Владимирском проекте «Лидеры России» есть даже отдельное задание, которое называется «Сердце лидера». И мы тоже видим, что оно не просто формальное, оно пользуется каким-то интересным со стороны участников. Но есть проекты реализуются уже после кончения монтажа, что для нас говорит о том, что они делаются действительно от души и от сердца, а не только и не столько радиоучастия к области. Ну а в прошлом году мы подписали соглашение, теперь отдельный у нас проект социального предпринимательства, который мы сегодня обсуждаем, и совместный с Российским государственным социальным университетом, с Министерством экономического развития. Мы стараемся сделать его лучше, качественнее. Как было сказано о том, что значительно выросло количество заявок, нам очень приятно, чтобы эти заявки пришли абсолютно из всех регионов нашей страны. И здесь есть своя особенность, своя специфика. Мы в каждом проекте, у нас есть такое неофициальное, что это соревнование между регионами, мы смотрим отходы за объемом больше, отходы меньше. И в большинстве наших проектов мы делаем центральный реальный опыт, потому что, наверное, неудивительно. А здесь у нас немного другая картинка, центральный реальный опыт оказался... А вы можете пролистать, пролистать, пожалуйста. Хорошо, я могу сказать. Здесь у нас правильный реальный опыт оказался на третьем месте, 246 заявок. Лидером страны Приволжья, 326 заявок. И на втором месте северо-западный реальный опыт. 286 проекта. Здесь на слайде все цифры верны. Что касается тематик, по которым были получены проекты, то почти треть касались сферы образования. Это сфера вызвала наибольший интерес. Среди предпринимателей, ну и второе популярное самоуправление, это, здесь они объединены, это культура и спорт. Культура, спорт и социальный туризм. 451 проект. Ну и также очень популярный проект в сфере здравоохранения, в совокупности их объединить, то получается, что у нас 312 участников выбрали интересный проект. У нас есть интересная статистика по составу участников. Примерно 2-10 конкурсантов, это женщины. У нас мало таких проектов, где она женщина. Мы рады, что здесь у нас представительницы прекрасного пола, как себя хорошо проявляют. Наиболее масштабно представлена возрастная категория 36-45 лет, 564 человека. Ну и молодежь, в общем, тоже не остается. Чуть меньшее количество, 562 человека. У нас конкурсанты в возрасте от 26 до 35 лет. Ну, как я уже вначале сказал, мы и по этому конкурсу, и по нашим другим проектам, по другим проектам нашей партнерной, видим, что молодое поколение стремится видеть свое развитие проекта по социально-пропринимательстве. Хочется иметь, с одной стороны, свободу в действии и, конечно, заработок, но и при этом быть социально востребованным, полезным и отопрямым обществом. Ну, и в заключение я хотел сказать о том, кто же в сути. У нас было 442 региональных и 93 федеральных эксперта, и в этом году к экспертизе проекта подключились финалисты, победители, полуфиналисты конкурса «Видера России». Это одна из наших задач – делать так, чтобы проекты помогали друг другу и была какая-то взаимная помощь. Ну, вот в этом году 70 наших конкурсантов приняли участие в такой экспертной работе. Практика, я себя хорошо зарекомендовала, мы ее будем продолжать. И уверен, что он будет получать еще более интересный и качественный проект. Спасибо большое за общий момент. Спасибо большое, Алексей Геннадьевич.